Медицина для каждого. Об этом говорил в своем послании глава республики. Услуги здравоохранения должны быть в шаговой доступности. Чтобы достичь этой цели, в Чувашии продолжают расширять сеть медицинских учреждений. Сегодня многофункциональная клиника была открыта и в одном из микрорайонов Чебоксар. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Этот микрорайон развивается быстрыми темпами. Недавно здесь был открыт детский сад в перспективе строительства школы. Качественную медпомощь его жителям теперь будут оказывать специалисты новой клиники. Михаил Игнатьев отметил, что в сферу здравоохранения за последние годы направили немало инвестиций. Мы органы власти над этим работаем не первый год. Шаговые доступности открываем в разных микрорайонах, и в сельской местности, и в городских округах. С одной единственной целью, чтобы продлить ваше долголетие. Чтобы улучшить ваше социальное самочувствие. И работникам медицины увеличиваем уровень заработной платы. Врачи в среднем в 2018 году в Чувашской республике будут получать 48 тысяч рублей. Подтягиваются и медицинские работники среднего и младшего персонала. Штат этого медицинского центра уже укомплектован. Большинство врачей – квалифицированные специалисты. Какие вопросы к нам? Нормальные. Оборудование современное, новое. Стараемся усовершенствоваться. Все тут только работает. Медцентр оснастили самой передовой аппаратурой. К примеру, с помощью этого комплекса врачи смогут безошибочно определить патологию органов брюшной полости. Это может позволять брать и биопсию, и также параллельно делать УЗИ. И преимущество еще в том, когда сложные случаи нужно провести консилиум, на экране телевизора мы смотрим и коллегиально уже обсуждаем. В клинике пациентам будут оказывать помощь и узкие специалисты. Уже сейчас здесь работают ревматологи, пульмонологи, онкологи. За день врачи готовы принять порядка 500 человек, взрослых и детей. Очень актуальные вопросы с лор-врачом, они будут решены здесь, в нашей клинике. Будет работать сердечно-сосудистый хирург и другие специалисты в том числе. Сейчас имеется всплеск, рост системных заболеваний соединительной ткани, поэтому врач-ревматолог, он всегда был востребованным, он остается. У нас будет работать детский врач-иммунолог, аллерголог, иммунолог для взрослого населения. В Минздраве, Республике сейчас прорабатывают и вопрос включения клиники в систему обязательной медпомощи. Лицензию получили вот вчера только, да, и теперь остается в вхождении, они должны написать заявление, что готовы работать. Когда они войдут в систему программы госгарантии, да, будут принимать пациентов, будут выставляться счета страховой больничной кассы, да, и будут оплачиваться по факту выполненной работы. Такая форма государственно-частного партнерства в Республике набирает обороты. Это поможет разгрузить городские больницы, но все же куда пойти лечиться в конечном итоге выбирают пациенты. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова